Гнобышев Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение о пристановлении действий лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Людмила, дай пульт. Вы смотрите передачу «200 самых богатых людей Америки». Последний тур Мадонны принёс ей 200 миллионов долларов. Жена, дай хлеба. Так нету хлебушка, Паш. Кончился? Бритний спирт потратила 200 тысяч долларов, просто зайдя в кафе. Людмила, а кабачковая икра осталась? Осталась. Немножко. Мы же хотели на Новый год приберечь. Ой, че... Да и вдруг я сказал! Девушки отдыхают. Кто это там смеется? Павдеди в своем интервью заявил, что он любит роскошную жизнь, крутые тачки, красивых телок и ненавидит таких никчемных вездельников, как Павел Гнобышев из Красноуфимска. Не показалось? Ага. Смотрите на Первом канале. Ледниковый период. А на Горводоканале Красноуфимска смотрите «Слесаря Гнобышева». Кино не для всех. Уберите от экранов детей и Павла Гнобышева. Сегодня мы расскажем о животном, которое живет в средней полосе России и ничего не делает. Это Павел Гнобышев. Заболевание гнобышелизм произошло от фамилии первозаболевшего Павла Гнобышева. Людмила, включи радио. В эфире радиостанции Юмор-ФМ Михаил Задорнов. Американцы, они же тупые. Тупее американцев только Гнобышев Павел из Красноуфимска. Павел Гнобышев. Павел Гнобышев. Павел Гнобышев. Ну что ты, Павел Гнобышев? Пашенька, ты... Ты у меня... Ты у меня далеко еще не самый никчемный. Ну правда. Есть еще гораздо хуже люди. Вот смотри. Экстренный выпуск новостей. По результатам опроса самым никчемным человеком признан Кирилл Иванович Волкин из Великуральска. Ну что я тебе говорю? А гран-при получает Павел Гнобышев из Красноуфимска. Зд��� fui, Павел Гнобышев не победил Ага, да. Субтитры сделал DimaTorzok